Во всем мире сегодня отмечают День космонавтики. В этот день, в 1961 году, Юрий Гагарин впервые в истории поднялся на околоземную орбиту. Это событие стало точкой отсчета в покорении космоса для всего человечества. О том, как это было, а также как празднуют триумф нашей страны первоуральцы в репортаже Никиты Нехорошкова. Полет человека в космос. В свое время это было похоже на сказку, но все изменилось 12 апреля 61-го. Тогда весь мир прильнул к телевизорам и радиоприемникам. И, затаив дыхание, следил за советским космонавтом Юрием Гагариным. Хочу стать космонавтом, когда вырасту, это говорил почти каждый советский мальчик. Да и сейчас современные дети грезят о космосе и знают о полете Гагарина. Я знаю, что День космонавтики именно сегодня, потому что Юрий Гагарин полетел первый в космос 12 апреля. Пробыл там 108 минут и прилетел на Землю. Отпраздновать День космонавтики четырехклассники из 21-го лицея решили необычно. На площадке перед Дворцом культуры они устроили танцевальный флешмоб и даже изготовили макет корабля «Восток-1», на котором Гагарин и совершил свой исторический полет. В 32-й школе в День космонавтики преподаватели и активисты молодежных движений подготовили для учеников квест «Первый космический». На семи площадках ученики проходят подготовку в космонавты, а также вспоминают факты, связанные с Гагарином, Титовым и Терешковой. Конечно же, данный квест направлен на вовлечение, изучение истории России, но в данном случае космонавтики. Также поделиться знаниями с подрастающим поколением пригласили и бывших учеников. Выпускник Назар Галат в детстве с интересом изучал российскую космонавтику. Сегодня ребятам рассказывают интересный факт о том, что Первоуральск напрямую связан с полетом Гагарина. В Билинбайе в мае 1942 года проходили испытания первого реактивного самолета. А космическая отрасль начиналась как раз с первых полетов именно с реактивными движениями. Завершится празднование Дня космонавтики сегодня в городском парке. Всероссийской акции «Подними голову». Первоуральцы запустят в небо 285 воздушных шаров. Никита Нехорошков, Михаил Пиранков и Денис Хромцов. Служба народных новостей.